Я родился в семье, где я был вторым ребенком у своих родителей, я был любим своими родителями, у меня была полная семья, мама, папа. Я начал заниматься баскетболом в возрасте 10 лет, учился в спортивном классе, у меня было две тренировки в день. В 12 лет, когда мы пошли учиться в спортивном классе, я начал заниматься спекуляцией. Потом я закончил школу и поступил в институт педагогический. И вот в возрасте 19 лет я уверовал в Господа Иисуса Христа. Но до 19 лет, где-то в возрасте 15 лет, я уже стал выпивать, курить. И это меня уже связывало даже. Я себя в 19 лет уже ощущал человеком, который связан этим алкоголем, табаком и так далее. И вот в возрасте 18 лет я впервые услышал Евангелие. Это было в Москве на Пушкинской площади. Мне там подарили Новый Завет. И когда я, помню, сел в поезд, возвращаясь в Череповец, в город, в котором я живу, я открыл вот так, и я прочитал «Бог есть любовь». И в то время меня очень сильно так волновал вопрос, что я влюблялся в каких-то девушек, но они не отвечали взаимностью. И кто-то в меня влюблялся, но я не отвечал взаимностью. И мне вот эти слова очень затронули «Бог есть любовь». Я сказал, а вот мне что нужно, чтобы у меня была любовь, нужно, чтобы у меня был Бог. И в возрасте вот 19 лет я, будучи не в трезвом состоянии, я возвращался с ночного ресторана, и на меня напали там, ну, так не было какой-то суперопасности, но там три человека и ножик там был и все такое, но я вот… А в тот момент Бог ко мне прикоснулся, это было что-то особенное. Я так стоял, вспомню, перед ними и говорю, вот если я сегодня умру, куда я пойду? Они говорят, да он какой-то сумасшедший, пусть он дальше идет. Это, может, два или три часа ночи было. Вот. И тогда вот, ну, у меня много каких-то переосмыслений было. Я плакал, рыдал, шел по улице, и я думал, что я очень сильно напился просто. И я просто в какой-то момент закричал, что «Бог, если ты есть, приди и спаси меня». И через некоторое время я ехал в трамвае и увидел рекламу и фильм «Иисус по Евангелию от Луки». Кстати, этот фильм, говорят, что посмотрело более миллиарда человек на земле уже. Я такой слышал эту информацию. Очень хороший фильм, красочный такой, яркий, показывающий Евангелие. И я пришел на этот фильм, и там выходили ребята, девчата, которые рассказывали, как вера в Иисуса Христа изменила их жизнь. Но я, слушая их, думал, ну, я не такой уж плохой, я крещеный. В 15 лет я уже покрестился в православной церкви, и периодически я ходил туда, даже достаточно часто ходил, может, каждый месяц я ходил. Даже бывало, я думаю, что чаще, чем раз в месяц. Я ходил, я искал как-то. Мне хотелось иметь вот эти взаимоотношения с Богом. И потом я пришел второй раз на этот фильм, и третий раз я пришел на этот фильм. И там вышла одна девушка, она была, как помню, сейчас из Волгограда. Она сказала, вот кто хочет примириться с Богом? Это сделать достаточно просто. Вам нужно просто поверить и сказать в небеса, что вы верите, что Иисус Христос, Божий Сын, умер за ваши грехи, был погребен и на третий день воскрес. И если вы поверите в это и скажете об этом Богу, потому что сердцем верят в праведности, а устами – ко спасению, так сказано в Священном Писании. И я повторил эту молитву, покаяние, сказал, ну что, прости меня, я грешник, я верю, что Иисус умер, был погребен и воскрес на третий день. Ну, казалось бы, ничего не произошло, ничего не поменялось. Я собрался уже уходить с этого мероприятия, и ко мне подошла одна девушка, которую я знал по старой, по греховной жизни. И она была очень гордая тогда в своей старой жизни. И я увидел ее измененные, у нее были очень добрые глаза, она была такая скромная, смиренная какая-то. Я еще увидев ее, я подумал, что с ней случилось, что-то не так с ней. Ну, в хорошем смысле слова, что-то не так. И когда мы вышли на улицу, я закурил и говорю, ну, угощайся. Она говорит, а я христианка, я уже не курю. Я говорю, ну, я тоже, я крещеный, там, ну, стал объяснять это все. Она говорит, а ты знаешь, а меня Бог освободил. Я говорю, а как тебя освободил? Она говорит, я помолилась. Я говорю, да я много раз молился, и мне не помогало. Она говорит, ну, а как ты молился? Ну, я стал перечислять, что различным святым. Она говорит, ты знаешь, сам Спаситель, сам Иисус Христос так не учил молиться. Я говорю, а как он учил? И она открыла Библию, я прочитал, все, что не попросите у Отца во имя Иисуса Христа, то получите. И вот через день после покаяния я подошел к окну и сказал, Отец Небесный во имя Иисуса Христа, как Аня мне говорила, вот эту девушку так звали. Я говорю, пожалуйста, во имя Иисуса, освободи меня от курева. А до этого я много раз пытался бросить и ничего не мог. Я много раз клялся, да не много раз, точнее неправильно сказал, один раз я клялся, что я не буду ни пить, ни курить. Один месяц я выдержал, но потом мне только еще хуже стало. Я стал еще больше пить и курить. И вот я не мог никак освободиться от этого недуга. И после этого, как я помолился, вечером я вернулся домой, где-то весь день ходил, гулял. И я собрался ложиться спать. И вдруг меня осеняет, я осознаю, что я весь день не курил и мне не хочется. Я сказал, Бог, ты что, на самом деле есть? И через неделю я сидел у своего друга на дне рождения, он сейчас тоже верующий. Но в то время он не был верующим человеком, и было много всякого алкоголя. И я сидел, и вдруг я осознал, что я свободен от алкоголя. То есть я свободен не так, что мне нельзя пить или что мне кто-то запрещает. Нет. Вот истинная свобода, которую дает Христос, я понял, что она и в том, что тебе можно, но тебе не хочется. То есть когда ты на самом деле свободен, то ты свободен. Это не то, что ты условно свободен, что тебя кто-то сдерживает или еще как-то. И потом я заметил, что я перестал ругаться матом. Но самое главное, что со мной произошло, такая Божья любовь наполнила мое сердце. И присутствие Божие очень сильно наполнило меня. И до сих пор, хотя это прошло уже 28 лет в этом году, но я постоянно чувствую это присутствие. И во мне живет все эти 28 лет такая постоянная уверенность в том, что если я и умру сегодня, то я пойду на небо. То есть моя душа спасена. Я 100% спасенный человек. Хотя Библия говорит нам, мы спасены в надежде. Конечно, я еще не перешел эту черту. То есть я еще этого не увидел. Рай, ад. Но внутренне я уверен в этом. И я не говорю, что я безгрешный человек. Я грешный человек. И апостол Павел как-то написал в Библию, что Христос умер за грешников, из которых я первый. И когда я читал это место Писания, я думаю, я готов поспорить с тобой, апостол Павел. Я больше грешником был. Апостол Павел был таким ученым человеком. Он был человеком, который рос у ног Гамаила. Он с детства изучал Священное Писание. Я не делал этого ничего. Ну, я не хочу спорить, кто из нас больше, кто из нас меньше грешник. Но я знаю, я грешник, но я спасен по благодати Божией. Я спасен благодаря жертву Иисуса Христа. И это, на самом деле, самая лучшая жизнь, которая только может быть. На самом деле, Господь все эти годы, вот как я только уверовал, и Он меня ведет. И я помню, когда читал о блудном сыне притчу, там написано, когда блудный сын вернулся к отцу, отец выбежал, встретил его, там надел ему лучшую одежду, обувь, там дал перстень на руку его. И написано в Библии так, и ввел в дом Пира его. И начали они веселиться. Я у себя в Библии даже дописал с 1992 года. То есть вот я как вошел в дом Пира, как вот тот блудный сын с 1992 году, так я в нем все и нахожусь на этом. И о всех чудесах, о всех вот таких вот событиях, которых моя жизнь там переисполнена, да, мне трудно рассказать. Потому что я посетил более, наверное, 50 стран мира. У меня был как-то месяц, я за один месяц 7 стран посетил. И я посетил много там и российских городов, да, вот с Евангелем и по работе. Но после окончания института, даже еще я его не закончил, я начал заниматься металлоломом. И мне было тогда 23 года. И вот сейчас мне будет 47 лет в марте. И вот уже, можно сказать, в этом году исполнится 24 года, как я занимаюсь одним и тем же делом. Я занимаюсь закупкой, переработкой и реализацией металлолома. И у меня сейчас 9 площадок, работают где-то 270 человек. И наша компания достаточно успешная компания. И наша компания, которой я руковожу и являюсь, можно сказать, ну, как владельцем. Моя жена является владельцем, я просто генеральный директор. И наша компания построила и содержала частный детский дом. 17 лет мы его просодержали. Почему сейчас мы перестали содержать его? Но, точнее, мы его досодержим. Просто там было 15 детей, они просто все выросли. Но осталось, ну, 4 ребенка, которые уже, ну, просто теперь на квартире живут. Ну, а этот дом мы будем продавать. И в планах эти деньги, ну, дальше отдать на благотворительность. Также вот в возрасте 27 лет меня Бог призвал служить в колонии строгого режима. И 17 лет я преподавал там Библию. И вот в рамках служения в колонии то предприятие, которым я руковожу, мы финансировали и финансируем лечение зубов для заключенных. Мы за эти годы тысячи людей вылечили. Тысячи просто, да. Мы финансировали Ленинградской области и Санкт-Петербурге. И сейчас мы финансируем проект в той колонии, в которой я служил. Мы обеспечиваем лекарствами эту колонию для лечения зубов. Государство оплачивает зарплату врача, а мы обеспечиваем лекарствами. Потому что, ну, к сожалению, лекарств не выделяют на лечение заключенных. И также вот, ну, мы входим, я вхожу в попечительский совет дома престарелых, психинтерната, больницы. Каждый год мы на хорошую достаточно сумму, ну, с прибыли нашего предприятия, мы оказываем помощь больницам, тюрьмам, вот, домам престарелых, психбольнице, психинтернату. И также вот 11 лет тому назад, когда я стал пастором, Бог мне сказал, чтобы мы занимались, кормили бедных, нищих кормили. И вот мы уже 11 лет, мы кормим на улице нищих два раза в неделю. И когда мы стали кормить этих людей, то стало их приходить больше, больше, больше в нашу церковь. То здание, которое мы арендуем, ну, для собрания церкви, у другой церкви мы арендуем, там уже не хватало места. И мы стали арендовать столовую, я помню, я приходил туда, говорил короткое слово, и Бог касался меня, я чувствовал Божье присутствие, когда я говорил, но гораздо больше я чувствовал Бога, когда я брал поднос и разносил эту еду. И некоторые из этих нищих, вот, бомжей, которые приходили туда, они мне кричали, э, пацан, соли принеси, э, давай быстрее неси. Мне так нравилось это, знаете, я очень люблю русскую литературу классическую и люблю театр. Но я не всякий театр люблю, я вот люблю малодраматические в Москве, где классические пьесы показывают по Островскому, по Чехову, по Толстому. И я чувствовал себя, как я будто в гогольском ревизоре работаю половым, я разношу вот эту еду, у меня такой пробор на голове, у меня полотенце висит на, ну, вот, на локте вот так. И я обслуживал их, как будто это королева английского вот этих бомжей, я говорил, я им говорил там, извините меня, что я так медленно хожу, я сейчас буду быстрее ходить. И вот этих людей мы кормили, и потом случилось так, что, ну, получилось так, что эти люди стали к нам на собрания ходить. И так пахло, что даже на сцене чувствовалось, я не знаю, как мои люди, вот, ну, в церкви терпели это все. И до сих пор у нас так пахнет, бывает, потому что нам приходят, ну, мы служим бедно, поэтому у нас разные люди приходят нам на собрания. И вот моя жена, будучи в положении, она поговорила с несколькими, с двумя бомжами, и которые, ну, сказали, вот нам негде жить и все такое. И она мне говорит, ну, ты можешь снять им квартиру, ну, у тебя хороший доход. Я говорю, ну, понимаешь, а кто сдаст им квартиру, они же бомжи. Говорит, ну, ты же не пробовал. И диакон нашей церкви, он на следующий день, он снял квартиру, и мужчина, который сдавал нам квартиру, он сказал, да хоть инопланетяне пусть живут, лишь бы деньги платить им. Ну, вот мы, мы троих инопланетяна и поселили, ну, трех бомжей, я имею в виду. И потом нас стало 10 человек, потом стало 17 человек, и потом нас выгнали из этой квартиры. И у меня за городом, в деревне Солманском, у меня была база, которую я использовал для переработки металлома. А это как раз был восьмой год, и такой кризис был, экономически мировой даже кризис. И мы перевели производство на основное предприятие, и она у нас пустовала. А мы как раз там ремонт сделали в офисах, и там все за забором было, и там были душевые, и столовые, и комнаты, которые были как кабинеты. И вот эти кабинеты мы превратили в комнаты для проживания людей. Потом у нас стало 30 человек, и потом стало не хватать места, и мы построили еще три небольших дома. Там территория небольшая, сейчас мы планируем еще один, четвертый дом построить, и столовую. И вот мы создали дом милосердия, у нас называется, содержим мы его уже 11 лет. На сегодня у нас живет 82 человека, это слепые, увеченных, а мы, мы всех людей, которые нуждаются в крови, нуждаются, по тем или иным причинам они оказались на улице, мы помогаем, мы берем. Мы не берем там только верующих или как-то, мы вообще на это не смотрим. То есть у нас есть даже курилка там построенная, да, то есть это не реабилитационный центр, как многие делают церкви, но у нас именно дом милосердия называется. То есть, и вот это предприятие мы тоже вот уже 11 лет финансировали. Почему я так говорю? Потому что, ну, благодаря там усилий коллектива, который там работает, мы перешли на самоокупаемость. Дело в том, что там есть предприятия, которые нам помогают продуктами, есть кто помогает дровами, и мы сделали, ну, так, в общем, создали. Теперь те люди, которые проживают, они получают пенсии, часть пенсии они дают на свое же содержание. И сейчас я уже не трачусь на вот на дом милосердия, ну, мне придется, ну, как не то, что придется, ну, то есть то предприятие, которым я руковожу, мы потратимся на строительство еще одного дома. Ну, вот мы планируем, думаю, что весной его начнем строить. Мы уже получили разрешение, проект сделали. И вот это мы содержим 11 лет. Это что касается, ну, благотворительности, да. А так у меня жизнь очень такая наполнена радостью, счастьем, то есть ежедневным просто, да. И много различных встреч интересных. Я очень много знаю интересных людей, дружу, там, с такими интересными очень людьми, которые... И вот так Бог много дал интересного в жизни. Ну, то есть жизнь мне очень нравится. Я закончил также, кроме педагогического института, я закончил Академию народного хозяйства. И у меня есть степень MBA и DBA, я доктор делового администрирования, да. И 5 лет я учился, и очень я, мне очень понравилась учеба такая интересная. И очень много что дала. И я сам сейчас езжу по городам и читаю лекции касательно бизнеса. И одна из лекций у меня есть, она есть в Ютубе, она называется «Девять шагов к успеху». Я говорю вот эти шаги, которые приводят человека к успеху. Но говоря об успехе, что многие люди в русской, российской ментальности, а вообще вот ментальность русского человека, любого народа, ментальность показывают сказки. И вот руссконародные сказки – это «По щучьему велению», «По моему хотению», «Золотая рыбка». Вот это, да, и все вот эти сказки показывают нашу ментальность. И у нас, если спросить вот у русского человека, что такое успех или удача, да, то он скажет, что нечто случайное пришедшее в жизнь. Ну вот там случайно женился на богатого или там, ну вышла замуж за богатого, да. Или там случайно там взяли работать, не знаю, в «Газпром», да, причем замом генерального директора «Газпром», ну пример я говорю. Но на самом деле успех – это не случайность. Успех – это как раз те ежедневные шаги, которые нужно делать, нужно учиться постоянно, быть собранным, быть организованным, стараться. То есть есть вещи, которые вот приводят к успеху. И одна из вещей, о которых я говорю в своей лекции, то есть занимайся одним делом. Потому что те люди, которые имеют успех в своей жизни, они, ну вот как чаще всего, вот я анализировал, смотрел, изучал, они занимаются каким-то одним делом. И вот я знаю там троих, у меня есть трое друзей, один в Череповце, один в Москве, один в Санкт-Петербурге. И вот все трое из них, они занимаются одним делом уже долгие-долгие годы. А вот те люди, которые то там, то здесь, то там, они в итоге нигде. Поэтому я еще в возрасте 20 лет, я учился на библейской школе в Твери. Там я познакомился с американцем, с одним Клэренс его звали. И он меня научил вот многому чему для бизнеса. И он мне как раз объяснил вот этот наиважнейший принцип, что занимайся одним делом. Он говорит, знаешь, почему? Я говорю, почему? Он говорит, дело в том, что когда ты идешь учиться на какую-то профессию в институт, то ты, если не будешь спать на лекции, ты к вечеру станешь чуточку умнее. Он говорит, никто никогда, скорее всего, не сможет измерить, насколько ты стал умнее к вечеру. Но ты станешь умнее. Говорит, пройдет пять лет, ты закончишь институт, и ты станешь человеком, который получил профессию. Потом ты проработаешь 10 лет, и ты станешь специалистом. Потом ты проработаешь еще пять лет, и ты станешь профессионалом. Ты еще проработаешь, может, 20 лет, и ты станешь человеком, который что-то стоит в своей профессии. А потом ты еще проработаешь 10, 15, 20 лет, и ты уйдешь на пенсию. И ты должен осознать, что в возрасте 50 лет у тебя нет такой же энергии, как в возрасте 30 лет. И у тебя нету такой острости ума, и времени столько, и вообще желания какого-то, да. Потому что физически различные начинаются после 45 лет, ну, говорят, в организме, да, начинается уже как бы увядание определенное. И говорит, а потом ты умрешь. Когда-то ты умрешь. То есть ты должен всегда помнить, что ты умрешь когда-то. И я услышал вот этот принцип очень важный. Я взял его на вооружение, и я искал, каким делом заниматься. И вот я нашел вот это дело. А что касается успеха, да, там, жизни, то, к примеру, одно из очень важных вещей, которые все успешные люди держатся, это заботиться о матери об отце и тещей тесте. Почему? Потому что есть пятая заповедь Моисея, да, которую Бог сказал через Моисея, и она звучит так. Заботься о матери об отце, и Бог обещает тебе долгую, хорошую жизнь на земле, которую дает тебе. Ее можно перефразировать, эту заповедь. Не заботься о матери об отце, и Бог обещает тебе недолгую и нехорошую жизнь на земле, которую дает тебе. Почему тут теща еще возна с тесте? Потому что есть таинство, которое знает враг души человеческой дьявол. И это таинство заключается в том, что двое станут одной плотью. Когда я вступил в брак со своей женой, мы стали двое одноплодь. Поэтому ее мама стала моей мамой, а моя мама стала ее мамой. И если я не буду почитать свою тещу и заботиться о своей теще, то то же самое будет то, что я не заботюсь о своей матери, об отце. И, соответственно, мне Бог обещает недолгую и нехорошую жизнь. А нехорошая жизнь, это вот как раз, она связана со всем. Знаете, нехорошая, вот она и есть нехорошая. Это не только, когда денег нет, но это и здоровья нет, и радости нет, и мотивации нет, много чего нет, когда у тебя нехорошая жизнь. Поэтому это только буквально два пункта я назвал. На самом деле их даже не девять, о которых я говорю в этой лекции, их намного больше. И очень важно, чтобы у тебя жизнь была удачливая, успешная. Сеять доброе, потому что мы должны понимать, что каждым словом, каждым делом мы что-то сеем. Соответственно, когда-то придет время, когда мы будем пожинать. Поэтому нужно и сеять доброе, и тогда будешь и пожинать доброе. И каждый шаг, каждое слово очень важно соизмерять. Каждый шаг и каждое слово обдумывать. И есть такая наука, которая очень важная наука, этика, которая автором этики, это еще был Платон, Аристотель, древнегреческие философы. И золотое правило этики, которое пишется каждое слово, заглавленные буквы, звучит следующим образом. Не делай другому того, что не желаешь себе. Через некоторое время, когда Иисус Христос был на земле, в Нагорной проповеди он сказал немножко по-другому. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо в этом законы пророки. То есть вот в этой фразе заключается все. Поэтому для успешной, для удачной жизни очень важно, когда идешь по жизни, собираешься какой-то поступок сделать, задай себе вопрос. А я хотел бы, чтобы со мной так поступили? Если ты говоришь нет, то тогда и ты не поступай так же. То есть поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди. И это очень важное правило. И я живу этим правилом. И для удачи, это говорю, удача или успех, вот столько книг написано, столько разных лекций существует. Для меня это очень интересный вопрос. Потому что я вижу, есть люди неудачливые. Но это не потому, что они типа, что не под той звездой родились. Это когда ты смотришь с ними, разговариваешь с ними, смотришь, какие они поступки делаешь, и ты понимаешь, почему они такие неудачливые. Когда ты, может, достаточно даже посмотреть, как ты к родителям относишься. И те люди, которые отвратительно относятся, и они не помогают своим родителям, они имеют очень плохую жизнь. И я это много раз наблюдал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Продолжение следует...